Привет, друзья! С вами Сан Саныч. Мы снова приехали в Измаил. Уже вечер, поэтому сейчас мы поедем в гостиницу, поселимся. Ну, а завтра с утра посмотрим этот прекрасный город. Это наше второе путешествие. Как добраться до Измаила? Смотрите вот здесь вот, в первом ролике. Ну, а завтра поговорим более подробно. От ужинать мы желаем в ресторации под названием Хуторок. Прошу, товарища Тобеда, чем Бог послал. Чем Бог послал. Не применусь. Прошу вас. Пожалуйста, чем Бог послал. В этот день Бог послал Александру Яковлевичу зубровку, домашние соленья, свежие овощи, разнообразные закуски, украинский борщ, курицу и домашнее суфле. Прогулка по вечернему Измаилу. Смотри, не перепутай, Кутузов. Основатель города Измаил. Вот так вот. Плохо видно, но... После прошлого посещения у меня мнение не поменялось, город очень чистый, люди не ссорят. Мы остановились в отеле Бессарабия, сейчас мы с вами пройдем вовнутрь и посмотрим, как он устроен. Продолжение следует... Так, вот так вот выглядит мой номер. Все достаточно роскошно. Огромное зеркало. Очень высокие потолки. Я думаю, здесь метров пять потолок. Так, здесь можно включить дополнительное освещение. Вот оно. Система кондиционирования. Вон конзер. Давайте посмотрим санузел. Итак, что здесь есть. Все чисто подезинфицировано. Душевая кабина. Что немаловажно. Фен. Огромное зеркало. Все чисто. Красиво. Красиво. Из окна видно ночной Измаил. Сейчас, конечно, видно плохо. Сейчас я попробую открыть окно. Так. Ух ты. На улице очень сильный туман. Поэтому сегодня показать всю красоту Измаила точно не получится. Идемте погуляем по гостинице. Посмотрим, что тут есть еще. Смотрите. Такие вот красивейшие панно. Люстры. Рабочий штурвал. В принципе, освещения достаточно. Можем посмотреть немножечко ночной Измаил. Здесь вот такая общественная детская площадка большая. Какое-то заведение. Это гармония. Городское, бесплатное, доступное, то есть каждый житель и гость города может прикисать с ребенком, поиграться. Сейчас, понятное дело, ночь, никого нету, плюс пасмурная погода. А вот там вот, вон там вот мой номер. Как я говорил уже в своем предыдущем посещении этого города, что очень радует чистота. Здесь чисто, народ не ссорит, не сорит. Урны есть, кстати, замечания, урн очень мало. Как по мне, их надо ставить больше и чаще. Там какой-то движняк. Мы подойдем вот к этому памятнику, что это такое интересно. Посмотрим. Подойдем ближе, если получится почитать. Граждане праздно гуляют, прогуливаются. Очень много ходит полиции, охраны. То есть город достаточно комфортный, спокойный. А вон полиция патрульная. Все как положено. Бережет покой граждан. Продолжение следует. И. Субтитры сделал DimaTorzok Мы поселились в гостинице Бессарабия Я думаю, что это один из лучших отелей в Измаиле Как мне сказали, это очень старое здание Когда-то здесь было в начале 20 века румынское училище Потом управление порта Ну и сейчас гостиница Сейчас мы зайдем еще во двор внутренней гостиницы Посмотрим, как все устроено там Да, там ресторан, боулинг еще внутри Вот центральный вход Если вы заезжаете на автомобиле Есть дополнительный вот въезд Только для мешканцев отеля Вот адрес Проспект Суворова 2 Прогуляемся Это внутренний двор, это паркинг Придем посмотрим, там еще есть терраса Я ее видел с окна Ночью очень красиво Хоть и дует немножко ветер Но вот такая терраса, как крепость Класс, там есть лавочки Сейчас подойду и ближе покажу Вот лавочки Там еще одна И вот такой вот вид, как будто здесь крепость Очень красиво Рекомендую этот отель Завтрак здесь стоит 150 гривен дополнительно Можно выбрать два блюда Плюс что-то со шведского стола Посмотрим завтра, может быть с утра тоже поснимаю Продолжение следует... Доброе утро! Из Измаила Доброе январское утро Хотя январь, ну, не скажешь тепло, классно Для того, чтобы узнать город Нужно посмотреть его рынок Потому что по чистоте рынка И по всему остальному Можно судить, в общем-то, о городе Город мы уже посмотрели вчера В общем-то, как и в предыдущем выпуске Я подтверждаю свои слова Город очень чистый Люди здесь были всегда приветливые Это тут точно не меняется Посмотрим рынок Ну и едем дальше Потому что у нас впереди еще сегодня ленинг Это рынок Идем где его посмотрим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Как говорится в анекдоте на это у них денег хватило! Не, смотри, она с одной стороны Тульчиновская! Нет, ее уже переименовали! Там, видать, люди просто очень чтят Котовского! То есть это бывшая улица Котовского, насколько мы понимаем! Так, а это мы пересечение Савицкого! Ага! Мы по этой улице ездили в прошлом выпуске! Мы здесь ездили, мы просто не заметили вот этот вот поворот! Ну все! Советская власть на этом закончилась! Ну, даст Бог, может быть, когда-то начнется! Дальше ноги пачкать не пойдем! Но зато на этом прекрасном перекрестке можно купить детям велосипеды! Очень хвалят местные жители мэра своего! Говорят, что реально все делается для города! А что ты читал, что он попал, мужик сказал, что он в десятку попал городов, да? Да! А ты что читал? Что малые города Украины мэра стал лучше! По этой номинации! Не, ну вот реально, да, мы сейчас ходим, это реально задворки рынка! Да, здесь асфальт не поселили, но... Мы же не будем показывать только красоту, мы покажем все как есть! Че-че-че! Ту-че-че-чу! Мы задались целью узнать, что продается в магазине Фантазия Кто-то решил, что это секс-шоп Напишите, пожалуйста, в комментариях Как вы думаете, что продается Или что может продаваться в магазине Фантазия В одном из следующих выпусков мы обязательно об этом расскажем У нас сейчас еще одна миссия Найти магнитик на холодильник с надписью Измаил Мы без этого отсюда не уедем Поэтому задача прошуршать весь рынок Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо! 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 Столик! Спасибо! 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 До свидания! Спасибо! Спасибо! Дубровскому! Спасибо! Спасибо! Следующий выпуск! Дубровск! Мы колесим по Бессарабии! И следующий выпуск будет из Рени! С вами был Сан Саныч! Вы на канале Взрослый Разговор! Обязательно подпишитесь на мой канал! И если вам это видео понравилось! Поставьте ему лайк! Увидимся в Рени! Пока! Подписывайтесь на мой канал!